всем привет так руки мои видимо было видно не очень хорошо дать поправлю карантин пересмотрел фильм день сурка потому что мой карантин как думаю многих из вас как и жизнь моя как думаю как и у многих из вас в общем очень сильно местами особенно походил именно на то что в этом фильме происходило и я этот фильм давно в детстве еще смотрел с мамой и видимо я тут меня осенило почему мне так нравится буги буги скорее всего отчасти еще и поэтому потому что там была сцена где билл мюррей от нечего делать ну не совсем от нечего делать но не суть в общем имея в распределение бесконечное количество времени выучился беря по одному уроку по одному первому уроку каждый раз бесконечно много раз потом фортепианом уроком учился играть именно буги-вуги конкретно в той сцене он играет в соль мажоре тем из вас кто просто смотрел фильм и буги-вуги не слушал прям сейчас советую взять загуглить просто буги-вуги пиано там не знаю альберта эмонса мидда люксель юиса пита джонсона джимми енси современных аксель звенгенбергер попробуйте только напечатать про в общем вагон огромное количество очень классной музыки тем кто никогда такой не играл сейчас попробуем прям самые 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 азы основы сюда вместить следующий ролик такой серии будет наверное про то что джим керри играл фильме мажестик это два наверное самых таких заметных появления фортепианом буги-вуги в современном кинематографе значит левая рука соль мажоре она сыграет самую стандартную для буги-вуги левую руку квинта два раза раз и потом секс то два или два причем посильнее раз и два и как бы нет ничего хитрого в том чтобы такую левую руку играть но очень много есть как бы требуется в скажем так ремесла чтобы это дело делать ровно чтобы мизинец не залипал у меня есть на канале много видео про то как и такую и другие левые руки другие басы басовые линии для буги-вуги поставить в общем терпение терпения мы хотим в конечном итоге мы могли как например в называлась у джеймса и джонсона есть какое-то там буги-вуги я уже забыл какое но она по-моему она у него единственная поэтому не ошибетесь это макростики тоже соль мажор тоже вот эта левая рука которая прям они там даже там просто вот тоже это секс вот и этот же ристом эти же терции используются посмотрим что у нас правой руке по сути дела у нас есть по моему самым популярным видео на моем канале как раз таки было посвящено вот такому рифу на самом деле частный случай был использование этих терций а таких ну в зависимости от контекста в общем десятки сотни могут рекомбинации здесь мы смотрим конкретно вот такую то есть у нас и раз и два и три и четыре и раз и два и три мы можем это дело играть по моему там кстати что такое было там в общем эти терции по несколько раз дублировались так причудливо ну естественно не билом мюрвием а тем кто вместо него это играл на инструменте не хочу никого разочаровывать но в общем там даже особенно в одной сцене видно где он продолжает что-то там такое там прям такое наяривает на инструменте показывается его лицо и плечо у него вообще не двигается и в целом не один мускул на лице видно видно тем кто в теме что в этот момент естественно инструменте не играет но то чтобы разоблачение века это я так понятно что он не обязан он шикарный актер этого достаточно так вот у нас три терции верхняя нотка у нас 7 ступень этого аккорда потом 6 ступень этого аккорда потом верхняя нотка пятая да и мы первым палец в пользу и достраивая каждый раз терции здесь и здесь мы хотим что вот эта вот блюзовая нотка да как бы у нас не минор как бы не мажор и такой межор манор в общем а дальше вот в чем самая хитрая штука даже не хитрая наоборот бесит раз что мы не транспланируем это дело как в одном из роликов моих самых старых на блюзовой фишки серии 4 кажется было а мы вообще не напрягаемся этим мы оставляем рука на месте мы переходим с соль на до да вот у нас было четыре такта на первой ступени эти для тех кто блюзовый подряд не знает в общем в самом ажуре мы четыре такта были на соль переходим на такт на до и мы оставляем в правой руке то же самое только здесь мы си заменяем на си бемоль чтобы вместо вот такого звучка джазового у нас был звук по-прежнему блюзовый то есть по сути у нас получается то же самое только вместо си у нас си бемоль еще раз вот мы провели перешли на четвертую ступень допустим можем так как угодно сделала варьером и на пятой ступени у нас опять-таки в чем фишка у нас это нотка делала аккорд ре минор это нотка делала аккорд ре мажор у нас перебираются они по очереди и это три ольки так это террит и я сейчас честно говоря плиту от себя но при этом это довольно стандартный способ то есть это 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 треволька мы пробиваем просто грубо говоря лад этого аккорда да то есть вот у нас есть нотки которые очень хорошо к нему подходит Если не вдаваться в детали Допустим Сюда спустимся Я это все показываю примерно Потому что мы можем Эти триольки располагать Хорошее упражнение У меня на канале было Вот у нас Раз, два, три Раз, два, три, раз Здесь же мы делаем Раз, два, три 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 Ну, допустим Это можно как-нибудь там Не знаю, обязательно добавить верхние голоса Но и так уже достаточно времени Мы это смотрим Давайте все это дело соединим Здесь можно И раз У кого хватает гонезма И раз Пять пальцев, пять нот И раз, и два, и три Получается и раз И тот фаршлаг тоже Это требует практики Но гораздо меньше, чем вам кажется Прям вот честное слово Не обязательно для этого попадать в петлю времени И вот всю эту штуку, которая с белым миром получилась Прожевать не обязательно И раз, и два, и три, и четыре И раз И раз, и три, и три, и три Это было на основе всего того же самого И, ну, если просто посмотрите Кучу всякого на моем канале То, в общем, все по крупицам Это там сможете найти И медленно оттренировать Да, на всякий случай У меня был очень большой соблазн Господа и дамы, ребята, не знаю, как обращаться Записать это видео уже на английском языке Почему? Потому что Я еще раз У меня есть уроки Я могу и так зарабатывать Но, тем не менее Англоязычная публика Это то, что происходит с моими любимыми Шахматными стримерами Допустим, типа Яна Непомнящего Русскоязычными Которые переходят Уже стримят на английском языке Потому что русскоязычная публика Она благодарит Ну, равно как и предъявляет претензии Там исправляет тебя Но пожертвований Мне пришло за последние несколько месяцев В сумме что-то рублей Хоть не считая одного большого доната По случаю которого я даже отдельный ролик записал Пришло что-то, типа, не знаю, рублей 300, допустим 200, да? Вот Я почему-то уверен, что в англоязычной публике Я просто смотрю, вижу эту практику Да, для Тем более для иностранцев Которые на их родном языке Да, на английском Стримят В общем, у них гораздо больше Будет отдача Но я не хочу только из этих соображений Переходить на язык Который для меня Неродной Поэтому Давайте просто проверим У меня снизу указаны реквизиты И если Особенно, если вам хочется поскорее видеть Разбор того, как Как это все дело играет Ну, не Джим Керри А его дублер, естественно Ну, точнее, в общем, пианист нанятый Который это делал И сочинил адаптацию в «Боги-боги Стомпа» Для того фильма Ну, в общем, без спойлеров Если вам, правда, хочется Ну, подкрепить то, что я делаю То Давайте посмотрим В общем Насколько вам, правда, хочется Чтобы я продолжал говорить На этом канале по-русски Всем удачи Надеюсь, вам было интересно Субтитры сделал DimaTorzok